И мы будем разбирать диалектику Мифа Лосева сейчас. Мы уже два часа с вами провели очень весело, да, разбирая Айн Рэнд. А сейчас мы посмотрим диалектику Мифа Лосева, как, в общем-то, и планировалось. Щедровицкого? Вопрос. Как связаны теории систем и скептицизм? Мне всегда Щедровицкий казался технократом-сайентистом. Он действительно технократ, сайентист, и он прежде всего методолог. Никак не связано, но он просто очень такой примечательный персонаж в русской философии, в русско-академической, прежде всего, философии. Ну, я уважаю вполне так себе Щедровицкого, почему бы и нет. А мы теперь возвращаемся к логике, к диалектике, к диалектике Мифа. Этот текст невероятно смелый. С одной стороны, в контексте русской философии. С другой стороны, в контексте философии вообще, и в контексте рационализма вообще. Этот текст просто тоже невероятно целый. В контексте науки он невероятно смелый. И не менее он смелый еще в контексте диалектического материализма. Ну, потому что это диалектика Мифа, как вы понимаете, с отсылкой непосредственно на диалектику Маркса, Энгельса и Гекеля, соответственно. Вот. Но там говорятся такие вещи, которые, ну, можно назвать прямо-таки, скажем, юридическими по отношению ко всему, что говорили Маркс, Энгельс и даже, наверное, Гегель. О чем? О! Могдз стрим. Что? Что-то надо? Мы продолжаем. У нас десятичасовой стрим. У Лосева, говорят, какой-то банальный шеленгянско-романтический миф. Ну, тут трудно, понимаете, в чем дело. Ну, то есть он в этом смысле, наверное, он все равно не романтик. И он описывает все немножко потруднее. Давайте попробуем разобрать различные тезисы. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел, например. А для романтиков, для многих, я думаю, все-таки создание мифов, иллюзий, оно и воспринимается как создание мифов и иллюзий, вымыслов. А для Лосева все немножко сложнее. Притом, миф — это как бы подход к миросозерцанию. Это наше бытие отчасти. Бытийный аспект мифа здесь присутствует. Шеллинг, он еще не настолько, в общем-то, вырос в истории философии. У него, в общем-то, не было такого концепта онтологического человеческого. Это у Хайдегера, уже ближе к Хайдегеру, появляется такое. Ну и Лосева уже можно трактовать в таком аспекте. Опять же, для Шеллинга это была бы, наверное, новаторская мысль. Вот такая вот о том, что миф, миф может являться онтологической характеристикой. Например, мой научный руководитель Юрий Михайлович Романенко работает с понятием онтологии мифа, и во многом он базируется на текстах Лосева. И ни в какой мере не базируется на текстах Шеллинга, и практически, не помню, чтобы он его цитировал, по крайней мере, и других романтиков, соответственно. Ну, кроме Пушкина, у него статья про Пушкина есть. Ну и Пушкин не совсем романтик, конечно, но такое. Много сложностей, много сложностей. Но в качестве такого основного автора, утверждающего онтологичность мифа, мы встречаем именно Лосева. То есть миф, как форма бытия человека, может восприниматься в данном случае. И это соответствует данной фразе, которую мы видим сейчас. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел. Ну, там дальше это заблуждение почти всех научных направлений, но неважно. С наукой он тоже будет тут не очень, очень жестко работать. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность. Ну, то есть вот онтологический аспект вам мифа непосредственно. Это совершенно необходимая категория мыслей и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Вот здесь немножко сложнее, потому что, вот, например, ну, что такое случайность и произвол? Это тоже интересный вопрос. Потому что случайность, произвол и спонтанность. Спонтанность – это основные термины, такие, так или иначе, хайдгеровской философии. Ну, вот именно спонтанность – основной термин хайдгеровской философии. А спонтанность подразумевает некий произвол. The Wall, то есть возникновение некоторых спонтанных, автономных движений, например, мыслей, фантазий. Для Хайдегера воображение абсолютно свободно. Да, Артем Артемот, теория красивая, действительно. Вообще восприятие у Лосева мифа, оно очень интересно. И оно противостоит восприятию аналитических философов, например, для которых миф, мифотворчество, это все пустое, это все глупости. Это все ложное, это все неправильно. А Лосев нам говорит, что нет. И сама наука миф, и ваше воззрение это мифы, и непосредственно без мифа существовать невозможно. Вот это совершенно необходимая категория мыслей жизни. Вот вопрос, когда читаешь этот текст, текст словно течет кровью, когда вспоминаешь, что за него он заплатил слепотой, десятилетиями каторги, женой. Да, действительно, это очень смелый текст. Ну, просто у нас Лосев в остальных своих текстах, ну, например, там, не знаю, античная эстетика, вот огромное количество томов, но это просто обычный, обычный академический такой деятель. Очень такой, ну, местами оригинальный, местами оригинальный, местами очень смелый, выдвигает очень смелые предположения. Ну, в целом, это такая типичная академическая работа, да, простая, ну, сложная, сложная академическая работа, конечно же, сложная, но невыдающаяся. И вот диалектика мифа, бум, это небольшой такой взрыв мозга, с одной стороны, особенно в контексте той философской среды, которая существовала в его время. Потому что, да, действительно, действительно, у него возникли большие проблемы из-за этого текста с правительством, в общем-то, СССР. И за это он заплатил слепотой, десятилетиями каторги и женой. Вот такая вот история непосредственно про наш любимый Советский Союз, как они сгнобили одного из самых оригинальных мыслителей, которые вообще могли там существовать в рамках их, в общем-то, системы. Ну, конечно, Лосев невероятный еретик, если вы уже видите, какой он еретик, миф это наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это совершенно необходимая категория мысли и жизни. Ну, то есть, лол, так Карл Маркс же писал, что религия это опиум для народа, и значит мифы это тоже опиум для народа. Зачем нам воображение, воображение глупые всякие, у нас есть диалектическая логика, вообще-то. Логика и материя, все, как бы. Чего вы там это? И наука. Науку тоже, кстати, марксисты очень любили. Ввиду этого, ну, очень странно, что какой-то там диалектик вдруг пытается говорить какие-то странные вещи. Кстати, а ведь Флоренского учителя Лосева не случайно сравнивают с Хайдегером. Может, все-таки Лосев не так оригинален? Ну, Флоренский это, не знаю, ну, он очень христианизированный персонаж. Лосев в прочтении диалектики мифа, я там вообще не обнаружил ничего христианского, хоть он и был православным, все-таки христианином, и у него много текстов, посвященных так или иначе православию. Да. А, Флоренский, я не знаю, я у него просто, я его мало читал, да, действительно мало читал, поэтому не могу сказать, действительно ли он так оригинален, как Лосев. Ну, по-моему, именно текст диалектика мифа Лосева, он очень мощный в контексте вообще мировой философии, с одной стороны, а с другой стороны, очень мощный, невероятно мощный в контексте русской философии, в которой я ничего подобного даже близко не видел. Ну, письма Чаадаева, например, ты читаешь и думаешь... Причем там письма, где он тёлку пытается философию искреть непосредственно, ты думаешь, Чаадаев, ну зачем, зачем ты это делаешь? Можно даже не пытаться было, кстати. А у Лосева, наоборот, это примечательный, замечательный философский текст, на котором можно, ну, базировать целые системы. Вот, продолжаем. Про науку у нас интересные замечания от Лосева. Не менее того мифологично и наука. Не только первобытная, но и всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства. Мир не имеет границ, то есть не имеет формы. Кстати, я здесь с ним абсолютно согласен. Ну, то есть нельзя рассматривать механику Ньютона вне предположения об однородности и бесконечности пространства и вне эклидовой геометрии. То есть, если вдруг оказывается, что пространство вдруг неоднородно и не бесконечно, и время тоже оказывается вдруг неоднородно, и если вдруг еще и границы у нас, в общем-то, имеются... Да, у нас все по классике. Мы громим, гнобим всех сегодня. Да нет, на самом деле мы никого особо не гнобили. Либертарианцев вообще практически не задели. Мы разобрали текст Айн Рэнд. По-моему, тексты так вот... Тексты о текстах Айн Рэнд довольно позитивно. Там есть о чем подумать, в чем посомневаться. Как и во всех, в любых абсолютно текстах. Но никого мы не гнобили. И коммунистов, ну, не то, чтобы сильно мы гнобили, но с Лосевым они поступили не очень хорошо, к сожалению. Ну, вот так вот. Это один из самых выдающихся мыслителей своего времени, ну, по крайней мере, в СССР точно. И до сих пор он один из самых влиятельных. Лосева любят многие профессора философских факультетов. Он очень влиятельный персонаж до сих пор. Странно, что вот его так... Ну, не странно. Совершенно не странно, что с ним так обошлись. И, к сожалению, что это не странно, конечно же. А теперь про механику Ньютона. Да, если мы убираем однородность, бесконечность и вклидовость пространства, то, ну, что от нее остается? Получается, что механика Ньютона ложна. Современные ученые, ну, например, любят говорить, что механика Ньютона это частный случай, непосредственно... Частный случай теории относительности, да? Ну, только проблема в том, что в качестве фундамента механики Ньютона лежит как раз однородное пространство, бесконечное, которое... И все это радикально противоречит теории относительности. Ну, замечательно. Частный случай. Круто. Ну, просто мы можем использовать формулы Ньютона для того, чтобы с определенным... В общем-то... Как это называется? В общем, мы можем высчитывать определенные параметры с определенной точностью, и это нас устраивает по большей части. Механика Ньютона, она может использоваться до сих пор и нормально. Но это не значит, что она истина. И это не значит, что она частный случай теории относительности, потому что теория относительности и механика Ньютона в самых фундаментальных своих положениях радикально противоречат друг другу. Ну, просто логично. А равно А. Это мы просто берем такую банальнейшую логику. А должно быть равно А. Тождество должно соблюдаться определенное. Если не соблюдается тождество, то наблюдается противоречие. Мы не можем допустить, что А и Б равно, если в А есть определенные вот такие вот моментики, которые абсолютно противоречат вот Б. И тоже вот это как раз происходит между механикой Ньютона и теорией относительности Эйнштейна. Так. Мир абсолютно однородное пространство. Тут дальше продолжает Лосев. Для меня это значит, что он абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод межпланетных пространств. Что это как ни черная дыра, даже ни могила и даже ни баня с пауками. Ну то есть он действительно мифологизирует вот это вот аспекты науки, которые так или иначе понимают. И действительно в этом есть некоторая мифологичность, некоторая воспринимательность. То есть мы формируем картину мира на базе науки. И эта картина мира в сущности мифологична, и эта картина мира ничем не отличается от мифа. Кроме того, что она базируется на науке. Единственное отличие, оно не фундаментальное, оно не является качественным. когда мы кстати комментарии а ведьма мардашвили свое время выпихнул лосева из журнала вопросов несколько его насколько его символы сознания анти лосевская потому что и любит противопоставлять но я кстати не считал символы сознания у меня вообще с русской философии дела обстоят не очень хорошо это уже философия ближе к современной я вообще имею такие вот спады в современной философии я многих мыслителей не читал вообще современных я очень в древности углублен в этом смысле русских тем более я не очень люблю по ряду причин я вроде бы изучал но не читал конкретно их тексты к сожалению тоже все не прочитаешь как как известно приходилось делать упор на другие немножко аспекты изучение философия поэтому я не могу ответить на этот вопрос к сожалению к сожалению не могу но мардашвили насколько я знаю это такой мыслитель более сократовского наверное типа то есть это человек который любил побеседовать на разные вопросы по разным таким вот этическим в том числе постулатам вот символы сознания наверное нет не такой текст не диалоговый но я тоже не могу сейчас я его не читал но судя по названию это более гносиологическая пессимологическая проблематика в нем лежит ладно продолжаем с лосевым то есть лоси давайте в мир вернемся в наш мир вот вы человек живете в системе науки научная система у нас тут везде вокруг ее пропагандирует ее распространяют у вас есть научпоп постоянный и у вас складывается определенная картина мира который так или иначе комплементарно научный как вы обозначить эту картину мира но у каждого ученого такая картина мира кстати тоже существует потому что ни один из ученых не является специалистом во всех областях это во-первых во вторых ни один из ученых не является специалистом во всех областях связанных с там с физикой например нету абсолютного физика нету абсолютного математика нету абсолютного химика то есть есть специалисты в разных областях, и все они, может быть, очень хорошо представляют свою область деятельности, но довольно мифологично представляют области действия других ученых. И знания о тех или иных вопросах в их головах представляются в образе определенных мифов. То есть, таких образов, которые они сами доказать в принципе не могут. Это, с одной стороны, вера, вера другим специалистам, вера другим ученым, с другой стороны, это воображение определенное, потому что то, что нам говорят, мы тоже определенным образом воображаем. Вот, ну то есть, мифы, 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 они везде. Или вот, например, да, тут в комментариях приведен интересный пример. Науку в СССР везде распространяли, в перестройку все побежали заряжать воду через телевизор. А почему бы и нет? Телевизор это техническое устройство, и мифология науки, вот когда говорят, что нет, нет, вы что, люди должны быть умными, образование, у них образование, нет, это все вполне связано. Люди, которые верят в науку, нередко верят в научные чудеса. Научные чудеса, что там можно будет достигнуть бессмертия технического когда-нибудь, можно будет загрузить свою память во флешку, или там, не знаю, зарядить эту флешку через телевизор с помощью, не знаю, там, электросигналов, и когда она будет заряжена, то это будет, там, не знаю, там, улетом прекрасным будет, или что-то такое. То есть это тоже части научной мифологии, но более очевидные. Но любая картина мира, так или иначе, научная, она всегда мифологична. Потому что нет целостной науки, нет вот такой вот супер-пупер науки, которая представлялась бы в виде единого учения. Она разная. И когда люди пытаются ее объединить и воспринимать тем или иным образом, она сразу же принимает форму мифа. Мифа, ввиду того, что этот миф непосредственно воображается человеком, проживается человек, становится частью бытия этого мифа, в общем-то. Интересно. То есть человек вживается в этот миф, при этом ничего не зная об его истинности на самом-то деле. Потому что никто из ученых, в том числе из обычных людей-сайентистов, не является специалистом во всех науках. Именно поэтому научная картина мира в любом случае является мифологической. Лосев это не так объясняет. Я здесь по-своему интерпретировал и ушел значительно дальше, но такие мысли у меня возникли на базе в том числе текста Лосева. Ну, у Лосева здесь как техническое бессмертие, это лишь псевдо-бессмертие, написано. На жалкие тысячу или миллион лет. Истинное бессмертие возможно лишь при отсутствии внешнего мира, способного уничтожить. Ну, может быть, вполне техническое бессмертие. Но есть такое разделение на относительное и абсолютное бессмертие. Относительное бессмертие это когда мы, в принципе, не можем умереть, если нас не будут убивать. Ну, то есть, ну, например, наше тело не будет стареть. Если наше тело не стареет, то мы относительно бессмертны. Но при этом мы можем упасть в вулкан так внезапно, и в вулкане мы уже сгарим. И умрем. Вот. Это относительное бессмертие. Абсолютное бессмертие это вот, ну, все. Ну, все, все. Никакой вулкан мне не помеха уже. Я хорошо буду, я буду жить вечно. И ничто меня не остановит. Ну, в целом, все равно определенные мифы в науке существуют. Причем такие мифы, которые никаким образом сейчас не... Ну, на которые надеяться сейчас все еще очень рано. У нас с продлением возраста жизни, ну, тоже все очень сложно обстоит сейчас. В наш 21 век. Тот скачок в улучшении качества жизни, который был совершен в прошлом, ну, в основном связан с гигиеной и улучшением медицины. Ну, в основном даже больше с гигиеной. Замечательно. Улучшение уровня жизни и гигиена привели к тому, что мы теперь живем, ну, в принципе, приличненько. Ну, при этом многие древние мыслители и богачи, они жили приблизительно столько же. Ну, люди подыхали за счет того, что они были бедными и, в общем-то, да, болезни не могли лечить никакие. Было немножко сложнее, конечно. Поэтому многие умирали еще в младенчестве, поэтому средняя продолжительность жизни, ну, прям вот вообще сильно уменьшалась. Ну, то есть тут тоже все понятно. Многие доживали до... Некоторые люди доживали до 70-80-ти. Ну, и какого-то прорыва такого сильного до сих пор не сделано. Это все-все вот обещание бессмертия, продление жизни, долголетия, пока все это, ну, вот, бла-бла-бла, фантастическое практически. Но в научную мифологию это тоже входит. Гимнософист. Является ли целью философии создать целостную картину мира? Смотря как определять философию и смотря как ее понимать. Как бы сказал классик стриминга, зависит от определения философии. Ну, в целом, многие философские взгляды, школы и что-нибудь вот такое, вот они стремятся к созданию целостной картины мира. Есть такое, но не все. Некоторые концентрируют свое внимание исключительно на тех или иных аспектах бытия. Например, феноменология концентрируется исключительно на феноменах. Она не составляет целостную картину мира, но предлагает оригинальный философский метод разрешения одного из важнейших околоэмпирических или неэмпирических, ну, таких вот вопросов, которые связаны с восприятием нашим, с восприятием явлений. Возможно ли очистить явление от всех наслоений вокруг него, идеологических, идеалистических, эмпирических даже наслоений, восприятия непосредственно то, что, ну, там действительно есть, существует, само явление в чистоте его, в самой восприятии можно ли или нельзя, как-то мы это разбираем и практикуем. То есть, есть философские направления, которые не составляют целостную картину мира. И это вполне нормально. Есть философские направления, которые занимаются только лишь исключительно этической проблематикой, то есть, занимаются только образом жизни. Тоже не проблема. Поэтому, видимо, по истории философии, если мы будем проходиться, то сказать, что вот это обязательно, ну, вряд ли, вряд ли, ну, вряд ли, очень вряд ли. Вряд ли можно создать целостную, ну, вряд ли вся философия стремится к созданию целостной картины мира. Ну, некоторые философы стремятся. И, наверное, большинство из тех, что были в истории философии, до 20 века стремились. Итак, продолжает Лосев. Механика Ньютона основана на мифологии нигеризма. Ну, здесь я не соглашусь, потому что Нигела это ничто, но надо подразумевать, что должно быть ничто. Ньютон утверждает, что что-то все-таки есть. То есть, это планеты, это непосредственно небесные тела. И не только небесные тела, мы тоже есть. Ну, такое странное немножко. Лосев здесь следует за христианством. В контексте определения этого самого нигилизма мне это не нравится. Но продолжим. Этому вполне соответствует специфически новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества и культуры. Ну, согласен, что теория прогресса, она тоже во многом мифологическая. Ну, то есть, технический прогресс, ну, наверное, что-то, что мы называем техническим прогрессом, существует. Но ведет ли это к прогрессу в остальных областях, это тот еще интересный философский вопрос. Исповедовали часто в Европе так, что одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи. И эта другая эпоха не имеет смысла сама по себе, но она тоже навоз и почва для третьей эпохи и так далее. В результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла. И что смысл данной эпохи, равный всех возможных эпох, отодвигается все дальше и дальше в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно называть мифологией социального нигилизма. Какими бы научными аргументами ее не обставлять. Ее не обставлять. Ну, окей. Ну, ничего не понятно, на самом деле. Непонятно, что нужно так ее называть. Я бы вот все-таки воздержался от нигилизма, от обзывательства, ну, от нигилизации вообще всего, что только можно. Теперь обратимся к нашему чату. Вообще, что такое философская система? Странное понятие. Просто синоним для большого количества символов и толпы людей, считающих их важными, умными, великими, непротиворечивыми. Ну, философская система – это действительно некая совокупность идей просто получается. Когда существует, в общем-то, учение, в котором захватывается сразу несколько областей философии, там, не знаю, этика, эстетика, политика, например. Вот философская система. Вполне адекватно можно определить. Можно просто написать, опять же, комментарии, 50 томов публицистики, как у Ленина, а потом воспитать миллионы людей, которые будут верить, что это великая система с целостным мировоззрением. Ну, понимаете, в чем дело? У Ленина как бы есть фундамент. Это Карл Маркс и Фридрих Энгельс. У Маркса и Энгельса непосредственно есть систематические тексты. Ну, давайте-ка еще сверху добавим, что есть до них еще Гегеля. У Гегеля вполне так абсолютно систематично изложена непосредственно диалектическая логика в тексте «Наука логики». Там вот все систематично прям вообще изложено нормально. У Ленина также есть околофилософские работы в рамках диалектики. Диалектика стакана, если не ошибаюсь, один из них. Очень примечательный, интересный, забавный текст. Но Ленин, он как бы, он часть системы. Он часть уже системы, он нарабатывает систему. Он такой частный исследователь внутри марксизма. Поэтому говорить, что, ну, 50 томов и 50 томов. Да, он действительно делал большие обзоры на различные события, в том числе на научные события и своего времени, и прошлого. И набралось 50 томов вот этой вот макулатуры, конечно же, в большом количестве. Ну, что здесь поделать-то еще? Ну, в принципе, он следовал за своими кумирами, за Марксом и Энгельсом. И у Сталина тоже немало томов в итоге наберется. Тоже по тому же самому критерию. Ну, вот так, вот так. Ну, причем он пытался привести все данные науки непосредственно к диалектике. Ну, получилось или нет, конечно же, трудно судить, но... Ну, пытался, пытался. Пытался систематизировать данные науки для своего учения. Почему бы и нет? Почему бы не назвать это некоторой систематизацией, стремлению к системности? Можно. Ну, мне не нравится в этом пассаже, что вроде бы Лосев критикует науку, с одной стороны, но он называет ее нигилизмом. Вообще, христианам, я бы заметил, свойственно называть своих идеологических противников в определенной эпохе каким-то одним популярным именем. Ну, например, еретики, атеисты, причем даже если человек верит в Бога, но как-то иначе, все равно атеист. В определенной эпохе это тоже так было. Потом нигилист стало очень популярно и модно среди христианских литераторов, писателей, богословов, теологов. Просто вот нигилист, нехило. Ты отрицаешь христианство, значит, ты нигилист. У тебя нет такого целостного мировоззрения позитивного, как у христианства. Ты нигилист. Ну, нехорошо, нехорошо. Научное мировоззрение не является нигилистическим и никогда не являлось, наверное. Там нет никакого абсолютного нихила. Ну, это просто тоже необходимо понимать. Нихила там нет и быть, наверное, не может. Потому что там есть определенные утверждения позитивные, относящие к эмпиризму, к восприятию, относящие нас к разуму, рационализм в науке крайне развит, математика, не знаю, как там. Многие математики воспринимают, что числа действительно лезть. Ну, хотя числа — это типа язык природы, все дела. Нигилистичного здесь очень мало. Также есть научная этика. Так, что там есть? Что-нибудь? Ладно. Продолжаем. И так. Механика и физика Новой Европы боролась со старой... Со старой мифологией. Но только средствами своей собственной мифологии. Наука не опровергла миф, а просто... Только новый миф задавил старую мифологию. И больше ничего. Чистая же наука тут ровно ни при чем. Она применима к любой мифологии. Конечно, как более или менее чистый принцип. Здесь я полностью, в принципе, согласен. То есть, научная мифология действительно задавила мифологию предыдущую. И это действительно произошло. Если мы трактуем науку как миф, а это вполне возможно делать. Я уже объяснил, на каких основаниях это можно делать. И почему это, в принципе, адекватно. Почему это не безумная идея, которая не находит никакого основания в действительности. Ну вот, это можно делать. Вполне можно делать. И на довольно-таки рациональных основаниях можно делать. То вот этот пассаж, в принципе, является вполне так себе адекватным. Цунаде. Сталину половину произведений писал Зиновьев. Снимаем шляпу перед Зиновьем. Любил писать человек. Очень много писать. У марксистов, в следующий комментарий, у марксистов, вместо атеистов и нигилистов идут оппортунисты и ревизионисты. В любом учении есть нелестные эпитеты врагам. Они всегда тупые, злые, глупые, уровливые. Ну, наверное, и в любом учении, но во многих, да, даже у буддистов. А буддисты называли своих оппонентов скользкими угрями. Потому что они постоянно выскакивают, вот как у кугрей, они из ручек так выскакивают, и не поддаются критике, потому что не хотят быть раскритикованными. Вот то же самое, да, практически у всех направлений есть такое. У многих, у многих, у многих направлений. Цунаде. Я знаю, что он своровал у Стэна главную главу в истории ВКПБ. Допоюзал пару экономистов и лингвистов в помощь, но про Зиновьева слышу впервые. Тоже, кстати, слышу впервые, но всякое бывает. Я предполагаю, это тезис Ежесармат. Ежесармат мог такое предположить. Так, продолжаем. Ой-ой-ой-ой-ой. О май. Лосип. Вот это сексуальная цитата, большая. Причем еще и вырезана криво. Ладно. Миф никогда не есть только гипотеза. Только простая возможность истины. Для чего ученому нужна абсолютная истина или хотя бы даже абсолютное бытие? Вот я придумал то или другое улучшение в телефонном аппарате. Вел некоторые важные поправки в теорию движения планеты. Или, наконец, как филолог проследил историю какого-нибудь термина. Или части речи с синтаксической формы в данном языке. Причем тут абсолютное бытие. А миф всегда имеет упор в факты, существующие именно как факты. Их бытие, абсолютное бытие. Я вывел закон расширения газов... А, их бытие. Так, я вывел закон расширения газов от нагревания. Для каких надобностей я буду считать свой закон непререкаемой реальностью и неподвижной истиной? Он только гипотеза, даже если бы все его признали, и он существовал бы несколько веков. Конечно, вы можете верить в его соответствие подлинной реальности. Но эта ваша вера ничего нового к этому закону не прибавит. И поэтому для него она не необходима. Гипотетизм науки не мешает ей строить мосты, дредноуты или летать на аэропланах. Подлинно научной. Чисто научный реализм заключается в этом гипотетизме и функционализме. В этом панметодологизме, видимо. Панметодизме, да. Не только реальная наука, не то реальная жизнь, и не то, стало быть, мифология. Миф не гипотетическая, но фактическая реальность. Не функция, но результат. Вещь, невозможность, но действительность. И при том жизненная и конкурентно ощущаемая, творимая и существующая. Вот. О, тут Сунаде пояснило, что это тезис не Сармата Кагарлицкого. Ну, Кагарлицкому можно в этом случае, наверное, поверить чуть-чуть больше. Ну, почему бы и нет. Вот какой интересный пассаж. Я бы на самом деле здесь отметил для себя некоторые ошибки. Ошибки, которые меня немножко задевают. Как исследователя, с одной стороны, науки, я тоже пытаюсь науку исследовать. Наука не строит дредноуты, телефоны и прочую херню, которая была там вышеописана. Дело в том, что, ну, наука сама по себе обычно практикой не занимается. Чистая наука. Так вот. Ну, ученые чаще всего, в большинстве случаев, не занимаются ни изобретением новых предметов каких-то... Этим инженером обычно занимаются. Ни созданием каких-то вот дредноутов и прочих интересных вещей. Что, кстати, тоже очень примечательно. Этим занимаются инженеры. Деятельность инженера от деятельности ученого занимается как минимум... Отличается как минимум целью. Инженер должен что-то сделать. Создать, сделать, чтобы нечто работало. Чтобы работала машина, например. Ученый должен познать. Не машину, но какой-либо закон. Я не читал, кстати, Кагарлицкого, поэтому... Ну, я ничего о нем говорить не буду. Не позитивно, не отрицательно. И мне, наверное, неинтересно. Я не буду его читать. Вот. Продолжим про дредноуты. Ну, то есть, наука по преимуществу не занимается практикой. А если мы можем назвать что-то того, кто занимается практикой, ученым... Тут тоже у нас возникает сложности в определении, ввиду того, что люди, которые занимаются изобретением предметов, каких-то созданием предметов, воспроизведением предметов, это совершенно другие люди, чья жизнь, чей метод, их подход к предмету радикально отличается от подхода непосредственно ученого, который занимается созданием теории, гипотез, их подтверждением, математическим их, в общем-то, обоснованием и так далее, и так далее, и так далее. Это два разных вида метода бытия, существования. И в этом смысле Лосев неверно совмещает дредноуты, с одной стороны, и с другой стороны науку. Просто с одной стороны у нас наука, а с другой стороны дредноуты. Науку создает ученый, теоретик, эмпирик, который либо проверяет эти или иные данные, либо теории составляет, чтобы их проверили. С другой стороны, есть такой мужик-инженер, он, наверное, много бухает, а иногда, может быть, и нет. Но он находится на довольно-таки большом расстоянии от этой теоретической науки. То есть тут между ними пролегает такая своеобразная бездна. Бездна, из-за которой, кстати, вот оба не могут друг друга понять. Конечно же, вот этот вот замечательный инженер, потрясающий, он знаком с некоторыми концептами науки, но она для него выступает в виде чистого мифа. Ну, как бы, о, в носу ковыряемся, ну, как бы, есть притяжение, притяжение, оно есть. А если ты выйдешь из окна, то ты упадешь и разобьешься, как бы, поэтому сила притяжения есть. Вот как может вам сказать инженер, например. Вот уровень дискуссии с инженером будет выглядеть у вас приблизительно так. Это очень низкий уровень дискуссии, как вы понимаете. Ну, если бы ты там, не знаю, вот смотри, зверюшка, зверюшка, да, вот смотри, у нее родился, там, не знаю, бельчонок, там, не знаю, у белки родился бельчонок, и они разные. Это произошла эволюция. Они же родились, как бы, родились. Ну, все, эволюция есть. Вот такой уровень обоснования, ну, нас не очень устраивает. Вообще, мало кого должен он устраивать. Потому что это очень примитивно обычно. В общем, между практиками и теоретиками пролегает вот бездна. Бездна между ними, огромадная бездна. Потому что, с одной стороны, теоретик не занимается практикой и вообще, в общем, как создать непосредственно дредноут. Он может представлять так в общих чертах его строения, но создать дредноут он не сможет. Он, во-первых, не рабочий. Во-вторых, он не инженер. Чтобы понимать, какие там тонкости, нужно учитывать, чтобы он, эта херня громадная, все-таки взлетела и не развалилась на части. Все, что такое дредноут, кстати? Сейчас, надо посмотреть, что такое дредноут. А то я сейчас говорю, какую-то херню, наверное. Давайте, дредноут. А, это корабль вообще, йоу. Ладненько. Это было смешно. Это было смешно, да. А ведь, правда, про белочку примеры интересные и глубокие. Да не очень глубокие, потому что люди знали о существовании селекции еще со времен Платона. То есть мы при определенных воздействиях на животных, людей даже, при определенном их скрещивании можем получать разные их, в общем-то, виды. Разные, не виды, а разные, в общем-то, немножко существа с определенными качествами разными. Например, если мы скрестим двух мускулистых мужчину и женщину, таких потрясающих, у них бицуха, они такие, ух, ух, какие красивые, замечательные, потрясающие, то мы получим сына, у которого, ну, ребенка, у которого будет хорошая предрасположенность к этим вот качествам физическим. Платон об этом уже знал, и об этом он пишет в государстве. Рябина не родит апельсина, а в теории эволюции родит. Ну, через определенное количество цепей, да, в общем-то, передатчиков. Я не то, чтобы противник большой эволюции, но я сомнительно к ней отношусь, конечно, но в данном контексте просто вот у нас с белочкой пример был бы неправильный. Если бы кто-то так сказал, ну, кто-то от кого-то родился, и у того существа разные, ну, отличные от белочки, от первой белки свойства, ну, такое себе. Ну, просто такое себе. Надо глубже доказывать, и теоретики обычно пытаются доказать поглубже немножко. С дредноутом, простите, я немножко, в общем-то, да, ошибся. Ошибся с дредноутом, моя вина, моя вина, друзья, простите. Нет, суть в том, что из селекции... И без селекции производители и производимые различны. Тогда исчезает сущность, ведь бельчонок должен быть частью ее сущности, но он отличен. Ну, это просто наблюдаемый такой факт, а теория эволюции, она лежит куда глубже. Вообще, допущение о том, что из одного вида может произойти что-то другое, там, не знаю, крокодил со временем может превратиться в какой-нибудь громадного, не знаю, мега-супер-пупер-крокодила, причем с шерстью, не знаю, с крыльями или с чем-нибудь еще, вот это уже другое вот допущение. Да, как из нечто цельного возникает отличное цельное, ну, непонятно. Теория эволюции это объясняет своеобразно, действительно. Но я не согласен здесь с тезисом Лосева, именно о том, что он как-то вот совсем не разделяет практику в науке и теорию, это очень разные вещи. Ничуть не бывало. Для мифического сознания как такового миф вовсе не есть ни сказочное бытие, ни даже просто трансцендентное. Это самое реальное и живое, самое непосредственное и даже чувственное бытие. Это сказка для позитивиста, да и то не для всякого, а специально для позитивиста 18-19 веков. Ну, я то есть согласен, что бытие, в смысле миф, миф, людьми, которые живут в некотором мифологическом сообществе, ну, например, в греческом, миф это для них реальность. То есть это не сказка, которую придумали для того, чтобы усыпить ребенка, например. Нет, это реальность. Это в прямом смысле реальность. Они воспринимают миф как реальность. И в этом сущность мифа. Это самое реальное и живое, и самое непосредственное и даже чувственное бытие. Здесь с Лосевым, наверное, можно согласиться. Так же, как для людей, которые исповедуют научные взгляды, их вот эта вот наука, это и есть реальное и живое, самое непосредственное и даже чувственное бытие. Лосев сильно переоценивал позитивистов, она сказкой для позитивистов 20-21 века, я согласен здесь, но тут вопрос получается уже, ну мы можем проследить такие некоторые ступени развития позитивизма, позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. В постпозитивизме все значительно сложнее, то есть, например, какой-нибудь Пол Фейробент, который считается постпозитивистом, он настолько постпозитивист, что ему трактовка Лосева могла бы показаться, наверное, даже приемлемой, потому что Фейробент он непосредственно плюралист, и Лосев здесь, получается, выступает тоже с плюралистических позиций, такого равного отношения к разным мифологическим системам. Вполне интересно, замечательно. Ну, то есть, в итоге, кульминация позитивизма, то есть, финал позитивизма, закат, наверное, позитивизма, который находится в постпозитивизме, он схож с Лосевской концепцией. Локатус, в принципе, тоже плюралистическая концепция, и у Куна тоже более-менее плюралистическая концепция. Ну, просто Фейробент — это вот прям вот уже финал, это просто последний аккорд, такой па-бам-па-бам-па-бам, всё, конец. Поппер — это критический, да, позитивизм, получается, он не называется постпозитивистом. Ну, у него позитивное отношение к науке, очень позитивное. У Холтона тоже относительно позитивное отношение к науке. У Куна тоже относительно позитивное отношение к науке, но он уже подразумевает некий плюрализм. Ещё больше плюрализм подразумевает Локатус, и очень много плюрализма подразумевает Фейробент. А сейчас для аналитиков постпозитивизм так же актуален, как для марксистов какой-нибудь Фром. Ну, не знаю, чё там, как у аналитиков сейчас, не слежу. Опа! Ещё одно большое высказывание. Наконец, совсем же нелепо обвинение в субъективизме. Думают, что возбуждённый характер красного цвета есть субъективное, так как нереальное, переживание. А колебательные движения среды, дающие красный цвет, объективны. Почему? Чем одно лучше другого? Разве эти волны несут тоже некое физическое явление, воспринимаемое обычным путём? Почему одни восприятия субъективны, а другие вдруг объективны? По-моему, всё одинаково субъективно и объективно. И не лучше ли просто выкинуть всех этих субъектов и объектов, и не лучше ли описывать предмет таким, каким он является? Ну, в смысле, как феномен, да, является. Не хочется людям довериться живому опыту. А он как раз говорит, что не мы возбуждаем красный цвет, а он нас. Не мы успокаиваем зелёный цвет, но он нас. И так далее. Ну, и так давайте запишем. Красный цвет вызывает возбуждение. Именно он, а не мы сами. И значит, возбуждаемость его объективное свойство. Для меня оно, во всяком случае, гораздо более объективное, чем какие-то там волны. Неизвестно чего, о которых я с гимнастических лет успел забыть всё, что не вбивали в меня старательные физики. Физику я забыл, а красный флаг от белого всегда буду отличать. Не беспокойтесь. Ну, да. Так, интересно. Типа, есть такой наш чел, но лучше не вспоминать и не читать. Да, From. From это такое особенное. Ну, согласен, согласен. Так, видимо, и есть. Типа, есть такой наш чел, Полфирабенто, но до свидания. Да, действительно, к Полу очень плохо относятся. Ну, в принципе, если критический такой позитивизм Поппера стал буквально сейчас основанием для философского научного метода, то есть фальсификационизм включили в науку, по сути. Всё, включена. Все естественные, так или иначе, теории, так или иначе, пытаются действовать согласно этому методу. Круто. Очень большое признание с точки зрения и аналитических философов, и науки в целом, и вообще очень позитивно относятся к Попперу. Дальше. Кун, его научные революции, его парадигмы, они сейчас тоже используются в научном дискурсе нередко. И учёные об этом говорят, и аналитики, как я понимаю, это вслед за учёными тоже говорят. Согласен, абсолютно. С Локатосом уже посложнее. Трактовки Локатоса я встречаю значительно реже. Среди учёных, особенно русских. Особенно русских, как бы. Аполфи Раббент, это действительно такой чел, но лучше о нём как бы не вспоминать. Он был дураком, как бы, многие считают. Ещё один комментарий. Нет, Лосева пахнет поздним гусарлем с жизненным миром. Не знаю, не знаю, не знаю. Но тут вот, например, видите, написан такой вот феноменологический действительно аспект. Есть красный свет, и он воспринимается как феномен. Почему бы нам не обратить на него внимание, ввиду того, что это часть нашей жизни, и он более существенен, чем какие-то теоретические волны, которые мы не видим и не воспринимаем никаким образом, ну, кроме технических и теоретических. Это имеет смысл. Это просто имеет смысл хотя бы. Уже интересно. Ну, а то, что имеет смысл, ну, почему бы это, в общем-то, не оставить в книжке. Всё хорошо. В системе наиболее диалектически разработанной космологии, античной, как я показал, в античном космосе мыслится четыре или подробнее пять планов. Огонь, первоединый свет, ум, идея, воздух, душа, дух, земля, софийное тело, вода, качествлённость четвёртого начала через первые три. Существует след, по крайней мере, пять типов пространства, пять типов времени и пять типов телесности. Огненное тело, светлое тело, воздушное тело, земляное тело и водяное тело. И стало быть, пять типов оформления, пять типов образности, пять типов символов. Интересная трактовка вообще стихийного дискурса. Я, кстати, её, к сожалению, почему-то пропустил в своей диссертации. Я очень сожалею, потому что эта трактовка непосредственно соотносится с темой стихийного воображения. Диалектика мифа Лосева, она, кстати, включена в мой текст, и эта цитата, она здесь присутствует. Почему я о ней не думал, когда писал диссертацию, а? Потому что я Лосева читал лет пять назад, наверное. Вот это пропуск. Ну, вполне возможно, у Лосева действительно есть связь с Дельтеем, и, ну, опять же, в чём проблема? Хорошее, хорошее обрамление. Космос можно представить себе как систему пяти пространств и времён. Каждая сфера мира обладает специфически свойственным ей типом пространства и времени, где эти последние пребывают в покое или в равномерном движении. Но силую аллогической стихии каждая сфера может содержать в себе и иноприродные пространства, и времена, которые могут быть в относительной дисгармонии с теми, которые для данной сферы специфичны. Мне не нравится, что он разбирает пять типов пространств и соотносит это с античностью вот так вот абсолютно. Ну, то есть, у Аристотеля да, у Платона да. У Платона, при том, стихии выступают в виде двигателей. Это определённые формы движения. Что-то движется наверх, что-то движется вниз, и все стихии, и все четыре. И пятое, пятое тоже. Они определяются через движение. Но четыре в основном определяются через движение, потому что мы их видим. Огонь движется вверх всегда, земля движется всегда вниз. Всё понятно здесь, просто через движение определяется. Он здесь увязывает связь с пространством. Просто не во всех учениях присутствуют стихии. Все пять. Есть четырёх стихийные системы. Сейчас, простите, сяду по-другому. В общем, да, существует пять пространств, пять стихий. Почему пять? Почему пять? Почему не четыре? Почему не три? Почему не две? И почему не одна? Потому что в античности существовали системы, где огонь одно, свет одна стихия, там отдельно воздух одна стихия, земля отдельно одна стихия, и вода отдельно одна стихия. То есть такие системы, в которых всё было значительно проще. Непонятно. Непонятно. Космос может представить себе как систему пяти пространств и времён. Пригожина, я, к сожалению, не читал синергетику его. Вот. Поэтому не могу подтвердить или опровергнуть ваше высказание. Ну, очень-очень-очень хитро, честно говоря. Ну, то есть Лосев, по-моему, здесь немножко хитрит в данном случае. Следующее высказывание. Одна и та же вещь, одна и та же личность может быть, следовательно, представлена и изображена бесконечно разнообразными формами, смотря по тому, в каком плане пространства временного бытия мы её мыслим. А здесь, в принципе, хорошая идея, хорошая задумка. Ну, потому что миф, миф, всё же это не истина и не реальность, но это то, как нам представляется истинная реальность, то, как мы воспринимаем это, получается. А мы можем воспринимать и личность, и вещи, и всё, что вообще угодно с разнообразных сторон, с разных форм и создавать разные системы их взаимодействия, в том числе и в пространственно-временном плане. И помыслить их бытие, ну, вот, абсолютно разными способами. Ну, то есть, действительно, это, ну, имеет определённый смысл. Ну, в общем, очень люблю этот текст, в принципе, он хороший с критической точки зрения. Его можно дальше дорабатывать, нарабатывать, с ним ещё больше работать, но это интересно. Так, а это кантианство, где миф – вещь в себе. Да ну? Да ну? И ещё раз, да ну? Да ну? Дело в том, что кантианство – это эпистемология. Кант не дорос до антологии, в принципе, нет. Во времена Канта не было такой человеческой антологии, в принципе. Все антологические вопросы, которые относятся к общему дискурсу, к общему дискурсу Кантам, трактовались как непосредственно… Сейчас. Да, сомнительные. То есть, в своих антиномиях непосредственно вот-вот-вот-вот-вот антология как бы. Всё, ничто невозможно познать, нет никакой антологии. До свидания. Все бытийные вопросы – до свидания, свободы воли. Не знаю, как её познать и так далее, и так далее, и так далее. А здесь же, наоборот, постановка вопроса ведётся антологически, то есть бытийно. И уже бытийно с такой позиции, что имеется бытие человека и бытие вещи. Это свойственно уже философии преимущественно XX века. Кант такого придумать не мог. Ну, либо мог, но не придумал, по крайней мере. По крайней мере, ему такого не причисляют. Таких заслуг. А тут ещё просто вот дело в том, что бытие человека, или вещи, или предмета, может рассматриваться с разных сторон, и могут рассматриваться разные. Здесь вообще нет ничего о вещи в себе, по сути. Здесь вообще ничего о вещи в себе, по сути, нет. А что вы нашли здесь, связанное с вещь в себе, уважаемый? Скажите, пожалуйста, я попробую подумать. Вроде Хайдеггер говорил о метафизике Канта. Всё хвалил Канта за бытие. Так это Канн Хайдеггер туда и внёс бытие. Вот в чём дело. Хайдеггер это чуть ли не изобретатель данной, в общем-то, концепции. По крайней мере, один из главных её трансляторов. И все попытки Хайдеггера трактовать любых других философов, начиная от Гераклита и Парменида и заканчивая Ницше, сводились к тому, что Хайдеггер приводил всех этих мыслителей к своей философской позиции. Которая, в принципе, да, ну, не является единой, целостной и ясной, но определённые тенденции он всё-таки туда засовывает. Текст, в котором он это делал, в метафизике Канта, вот непосредственно этот текст «Кант и проблема метафизики» называется он. В переводе Никифорова, если не ошибаюсь, на русском присутствует. В общем, да. Этот текст, во-первых, посвящён первому изданию «Критики чистого разума». Это раз. Во втором издании «Критики чистого разума» Кант отказался от своей позиции о воображении и многих других таких позиций. Ну, то есть, онтологический аспект воображения он снял. Там не было никого, ну, в итоге, даже практически. Да, там даже предположить нельзя, потому что о воображении Кант во втором издании «Критики чистого разума» говорит значительно меньше. Вот. Ему это неинтересно уже, проблема становится с воображением. Там остаётся буквально несколько пассажей о воображении, вроде бы довольно важных, но вроде бы недостаточно раскрытых, поэтому говорить о воображении философии Канта уже во втором издании «Критики чистого разума» сложно. А вот в первом очень много всего про воображение. Но это всё всё равно остаётся в таком вот гносиологическом аспекте, в контексте теории познания. Воображение у Канта является источником чувственности и рассудка непосредственно. Из чувственности и рассудок, в общем-то, вот они выходят из воображения, из вот этого первого издания «Критики чистого разума» это следует. И Кант это воспринимает исключительно в гносиологическом ключе. При том, философия нового времени, она действительно, она очень гносиологична. Основной вопрос философии нового времени, ну так или иначе плюс-минус, это вопрос гносиологический. И вопрос ставится, и вот номины, вот эти вот вещи в себе, это гносиологический вопрос. Их бытие нам недоступно, нам непонятно, нам неизвестно. С помощью чистого разума мы не можем достигнуть бытия вещей в себе, и поэтому мы не будем никак их конкретизировать. На улице менты в масках задержали кого-то рядом с моим подъездом, написала Цунада. Бедный чувак. А лучше бы сидел и смотрел мой стрим непосредственно, а он дурак пошел куда-то. У нас 10-часовой стрим, чтобы никто не выходил, ребят, чтобы никто не выходил и смотрел мой стрим здесь все 10 часов. И, конечно же, не боялся, в общем-то, не боялся за свою жизнь. Так, ладно, миф скорее вот неокантианская априорная структура, типа кассирера. Что-то про вещь в себе я написал сдуру, хотел про другое, сам не заметил. Ну вот, мы разобрались. Я, в принципе, здесь просто вот так вот не очень согласен был, и вы, в принципе, да. Цунада, Александр, что у вас в городе происходит? Ну да, давайте немножко отдохнем от Лосева. Давайте отойдем. Что у нас в городе сегодня происходит? Я не знаю, я живу в пригороде. У нас в пригороде все нормально, ментов нет. Я могу делать, что хочу. Я работаю, например. Иногда выхожу из дома и езжу на работу. И мне никто не указ. Ну, правда, я сижу на работе совершенно один, и меня никто не трогает, и я вроде еще не заразился, поэтому все хорошо. Надеюсь, меня менты не поймают после вот этого признания, кстати. Вот. Ладно. Все эти его символические формы. Ну, неокантианство, да, оно такое. Оно такое. Но там эстетическая проблематика уже больше представлена у кассирера Эрнеста, поэтому окей. Эрнеста, или... Это я уже подзабыл его имя даже. Слой личного бытия лежит... Ну, видите, смотрите, Лосев работает с бытийной проблематикой. Вот что нам важно. Это уже антология. Это непосредственно антология человека. Это уже в духе, с одной стороны, экзистенциалистов, с другой стороны, в духе Хайдеггера. Этот вопрос поднимается преимущественно в 20 веке. Да, и бунтарь, и скептик, иеритик, и кто угодно. Слой личного бытия лежит решительно на каждой вещи. Ибо каждая вещь есть не что иное, как вывращенная наизнанку личность, колеблющаяся между первоогнём и первосветом с одной стороны, и тьмой кромешной с другой. Здесь я, на самом деле, даже не понимаю, зачем это процитировал. Наверное, это очень красивая фраза. Мне пять лет назад показалась она очень примечательной. Но она действительно интересна. И мы должны понимать, конечно же, что Лосев работает в рамках антологической проблематики. Что замечательно. Ну, интересно, тоже интересно. В отличие от философии до 20 века, это вполне так себе... Это выделяется, выделяется. Во-первых, категория личности вполне ясна сама по себе. По своему феноменолога диалектическому составу входит ли целиком миф... Так, стоп, подождите. ...целиком в миф или нет? Миф есть личностная форма, и личность есть миф. Кстати, вот это тоже интересно. Связь мифа и личности. Потому что человек, обладающий определённым мифологическим мировоззрением, ощущает себя, с одной стороны, частью мифа. Его неотъемлемой частью, ощущает себя в структуре мифа. Так как, например, человек, испытывающий, в общем-то, уважение к научной мифологии, любящий эту самую научную мифологию, он ощущает себя, например, набором клеток. Или набором атомов. Или ещё лучше там... Каких-нибудь ещё более мелких частиц. Он себя воспринимает, как существо, возникшее в процессе эволюции. Хотя, по сути, у него нет никаких чувственных, таких вот базисных утверждений, которые могли бы позволить ему признать эту позицию. Ну, на самом деле, прочувствовать его на фактах. То есть, никто из нас по ходу жизни не эволюционирует таким образом, чтобы стать вдруг из человека, у которого есть там две руки и ноги, в какой-нибудь там 50-рукое, 70-ногое существо, там, у которого пасть крокодила, там, не знаю, рог такой большой здесь посередине. Мы не эволюционируем никаким образом таким. Мы стареем, становимся слабее и хуже. Мы можем лишиться конечности, можем заболеть. Мы, наоборот, в минус. Вы всё говорите про антологию да антологию. А я различия антологии от простой пафосной сказки про бытие не вижу. Тут написано. Понимаете, в чём дело? Антологический аспект, он подразумевает существование. То есть, существование в самых основательных его категориях. Если мы говорим о мифе как о чём-то антологическом, то мы подразумеваем, что миф формирует наш мир. Миф формирует наше существование. Миф определяет то, как мы будем поступать. Миф определяет то, как мы будем существовать. Какие выборы мы будем делать. Это, то есть, важнейшая характеристика нашего существования в данном контексте. Если мы скажем, что миф не является антологичным, Ну ладно, ну все, я отказываюсь от мифа, например, сейчас. Мне плевать. Все, все, никаких мифов у меня нет. Вот один миф, вот другой миф. Миф это как бы совокупности высказываний просто. Ну вот, например, здесь написано рабы культуры. Люди рабы культуры, допустим. Ну вот сейчас придерживаюсь такого мифа, а завтра люди уже не рабы культуры. Все, все, это не онтологическая категория, я даже не собираюсь с этим. Ну все, до свидания. То же самое с христианством, например. Христианство как нечто онтологическое. Что значит онтологически быть христианином, например? Вопрос, что значит существование христилида такое? То есть у него должны быть какие-то христианские характеристики. Там, не знаю, символ веры, например, что-нибудь еще вот такое, что христиане обычно переживают. У них есть чувство веры какое-нибудь онтологичное, например. Вот на что претендуют онтологические высказывания. Они претендуют на самые глубокие сущностные такие вот характеристики. Это вполне нормально. Это не то чтобы сказка. Это нормальный так себе познавательный вопрос. Ну, уже с другой стороны, можно, конечно, принять такую онтологическую позицию, что ничего онтологического нет. Или наоборот, онтологическое непознаваемо. Но это тоже онтологические позиции. Это область высказывания. Теперь понятнее. Онтология это у вас предельная истина. Просто обычно истину отдают в гносеологии. Нет, я здесь описал это как раз как существование, как реальность. Ну, то есть реальность человеческого бытия. Что есть реальность человеческого бытия, например. Мы не можем сказать, что гносеологические вопросы в рамках человеческого бытия невозможно себе задать. В общем, дело. И не только человеческого, даже бытия мира. Онтология может позиционироваться без гносеологии. В принципе. Истина как бытие, истина как существование в своей реальности, это нечто отличное от того, как мы познаем эту истину. Гносеология это путь познания, так скажем. А онтология это цель. Вот так можно это выразить. Тем более понятия истины могут быть разные. Ну, опять же, тоже это нужно понимать. В контексте разных понятий истины ваше высказывание может быть нерелевантно. Вот. Миф есть личностная форма. Личность есть миф. Но нельзя ли как-нибудь детальнее характеризовать участие личной стихии в мифе? Личная стихия тоже, кстати, интересный образ. Вся ли личность целиком есть миф? Или, быть может, удобнее говорить о мифичности одного какого-нибудь момента личности. Пусть и неотделимого от самой личности. Но все же. Кто-то как-то отличного от нее самой. Да и само наше выражение, лика личности и личностная форма. Не указывает ли, что мифом удобнее называть какой-то один определенный момент в личности. Который, конечно, определяется только через нее. Но который все же есть какой-то момент в ней. А не сама она как субстанция. Ну, то есть, опять же, здесь Лосев пытается вмонтировать в бытие наш человеческий миф. И это довольно оригинально. Вмонтировать миф, мифологические структуры. Например, я это изучал на примере стихийной философии. И это у Башляра представлено непосредственно. Гастона Башляра в его пентологии, известной, посвященной стихиям. Он там тоже пытается сделать что-то очень похожее. Правда, он про антологию практически не пишет. Но он встраивает стихии в бытие человека. В самые существенные характеристики его существования. Лосев здесь делает это с пониманием того, что есть антология. Во-первых. И личность. Ну, и он в личность вмонтирует вот этот самый миф. Миф является частью личности. И личность является мифом сама по себе. То есть, именно вот это вот единство, даже диалектическое, диалогическое единство, в данном случае, оно проявляет себя как бытиствование. Ну, вот это и есть бытие получается. Если мы отделим миф от бытия, ну, получится есть отдельное бытие, какое-нибудь там присутствие, наверное, отдельное. Просто присутствие. Мы просто присутствуем. Нас куда-то забросило этот мир, нас забросило. Вот антология. А можно вмонтировать еще что-то туда? Тоже интересно. Мне тут вопрос, опять же, комментарий. Мне лично напоминает Фуко, когда дискурс монтирован в человека, и человек един с эпистемой своего времени. Ну, в целом, да. Но тут вопрос дискурса, с одной стороны. Но дискурс, 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 дискурс нас больше с языком связывает, с речью, с какими-то понятиями. Миф наполняет нас образами. Миф имеет свою жизнь, как таковую. Он находит отражение в реальности, с одной стороны. А с другой стороны, миф сам по себе, ну, он монолит. Поэзия вам на стрим, когда устанете про Лосева. Посмотрим видео как раз после Лосева, и это будет тоже очень хорошо и замечательно. Спасибо большое, козья нога. Спасибо. Так, сейчас исчезнет моя звезда потрясающая. Вмонтирован. Да, просто мы можем монтировать разные штуки. Дискурс от мифа отличается, все-таки. И миф это более целостная структура. Она включает в себя дискурсные какие-то формы. С другой стороны, включает в себя образы, воспоминания, восприятие даже, получается, по Лосеву. Миф он трактует крайне широко. Конечно же, конечно же, крайне широко. Но этот миф отличается от дискурса. Итак, миф возможен без религии. Но возможна ли религия без мифа? Строго говоря, невозможно, пишет он. Ведь под религией мы понимаем субстанциональное самоутверждение личности в вечном бытие. Конечно, такое самоутверждение может и не зацветать специальным мифом. Ну, тоже все понятно. Миф, строго говоря, невозможен. Но религия невозможна без мифа. Все, тоже понятно. И наука даже без мифа невозможна. Тоже все понятно. Это мы для себя фиксируем, чтобы понимать лучше Лосевскую философию. А вот тут уже странно. Миф не есть догмат, потому что догмат есть не только рефлектированный, но и абсолютизированный миф. Ну, допустим. Но в таком случае миф это, наоборот, догмат это частный случай мифа получается. Но тут проблема заключается в том, что Лосев нормально знал-то греческий язык. И в греческом догма, догмат это все убеждение, наличие убеждения какой-то веры, любой веры абсолютно. Во все, что угодно. Наличие любого убеждения являлось догматом. Когда он здесь преломляет догму, догмат к христианскому, к христианской терминологии. Ну и он здесь говорит уже о более таком вот средневековом понимании догмата. Догмат возможен всегда только как оценка и ценность прежде всего. Если есть утвержденность вечных истин, противостоящих всякому вещественному временному и историческому протеканию явлений. В противоположность этому миф часто фактичен и историчен. Догмат абсолютизации исторических фактов личностного бытия. Миф же историзация. И просто история того или другого личного бытия. Вне значимости его для бытия абсолютного. И даже вне его субстациональности. Ну вот здесь мне просто не очень нравится употребление слова догмат. Я в этом смысле очень-очень-очень не люблю, когда люди употребляют слово догмат только в христианском смысле. Потому что тогда появляется противоположность между догматами и недогматами. Ее на самом деле нет. Любое убеждение оно является так или иначе догмой. Ну если мы берем такой видимо абсолютизированный миф догмат. Ну получается это просто частный случай мифа. Такой частный абсолютизированный случай мифа. Но какие догматы они абсолютизированы? Ну троица абсолютизирована, например. А есть ли какие-нибудь неабсолютизированные? Вот мне интересно подумать здесь. Атеизм есть догмат, а не наука. Например, пишет Лосев. Атеизм есть вид догматического богословия. И является предметом истории религии. Вот так вот. Отсюда такие лозунги, как знание без веры. Такое вероучение и мифология, как о всемогуществе знания. Это постоянное упование на науку, на просвещение. Этот слепой догматизм в знании сила. Ну вот. Какие у него трактовки. Европа 16-19 веков в разной стадии своего существования породила аллогический фидеизм с его бесплодными настроениями и рационалистический атеизм с его внутренней пустотой и мещанским духовным убожеством. Обе мифологии суть, конечно, вырожденческие мифологии. Тем не менее, обе они уже давно доросли до степени догмата и даже догматического богословия. Вот что считает Лосев по этому поводу. Мы с ним, на самом деле, я здесь, наверное, не согласен с ним. Но спорить не буду. Если материя, вещи, есть реальность вещи и больше ничего, то материалисты Платон, Аристотель и Плотин, ибо они признавали реальность космоса и даже давали его великолепную диалектику. Ну, не нравится построение предложения. Ладно. Материалисты все отцы церкви, ибо они признавали реальность Бога, реальность творения мира, реальность творения грехопадения человека, реальность Христа и все евангельские истории, реальность гибели и спасения людей и так далее Таким образом, подлог явно обнаруживается Обнаруживается, материя вовсе не есть, просто реальность, но это специфическая реальность Какая же? Чувственных вещей Но тогда опять, опора на эмпирический сенсуализм и, стало быть, релятивизм всего мира Но тогда не ясно, что такое для материалиста мир и так далее, и так далее Словом, все предыдущие затруднения тут только повторяются Ну, нормально Здесь даже комментировать не приходится, но Лосев говорит сам за себя, по сути Почему миф о всемогуществе знания или примате материи не является мифом? И обычно никем не трактуется как миф Миф, сказали мы, есть личностное бытие Но я считаю, что это миф Ну, по крайней мере, а кто сказал, что знания всемогущие? Ну, именно вот так вот, кто? Какие-то убербоги, невероятно мощные, мудрые, всесильные? Нет, люди, люди говорят о всемогуществе знания Ну вот, пошло Платон стал материалистом прямо в духе позитивистской метафизики Соловьева Который брал положительно окрашенные сиентистами лозунги и теологизировал Ну, тут дело не в том Ну, это такой риторический прием был Ну, по сути, я думаю, вы поняли Но из контекста вашего, в общем-то, комментария Не все могли бы понять, что вы поняли Да Так вот Он здесь просто говорит Ну, если вот этот, вот этот материалист То и Платон тоже материалист Ну, мы-то все знаем, что не материалист Действительно, для верующего бога это тот же эмпирически воспринимаемый стол Он же его переживает Пишет на нас в комментариях Да, но как-то так это получается Это миф Миф, который формируется в переживании вполне так себе нормально Ща я что-нибудь Конфета мне нужна срочно У меня кашель небольшой Так Ща-ща-ща, друзья, я с вами У меня все в доступности Да, боже мой Че ж такое-то Иисус Христос, помоги мне найти, пожалуйста, пакетик Я уже устал высказать Сколько можно? Ох Ну, то есть Лоси, в принципе, об этом и пишет У него присутствуют эти вот моменты Реализации всяких вот мифологических вещей Которые называются мифологическими Но так почему-то все-таки получается, что мы одни вещи признаем мифами А другие не признаем Почему вот мы так договорились Почему, не знаю, рационалисты так договорились Что вот наука это норма, это не миф А вот какие-то другие штуки это мифы почему-то Почему, непонятно Ну, они объективные Да, мы уже разбирали Айн Рэнд с ее объективизмом недавно Вот тут связка такая милая, замечательная Вот Есть объективность какая-то, оказывается Так вот Это замечательная объективность Непонятно откуда берется Чем это не миф? Я не понимаю С Лосевым тут по ряду вопросов Ну, можно согласиться Его трактовка все-таки приемлема Миф не есть историческое событие как таковое Легче всего понять историю как ряд фактов Причина связанных между собой Ну, не очень легко это сделать на самом деле Для понимания мифа это дает мало Факты сами по себе глухи и немы Кстати, мне нравится вот это вот утверждение Факты сами по себе глухи и немы Ну, не он сам его придумал Уже в средние века такие концепции существовали По-моему, Анселин Кондерберийский Предложил вот эту позицию Или нет? Не помню Факты сами по себе глухи и немы Факты непонятные даже не суть истории История всегда есть история Понятных и понимаемых фактов Причем Понятых и понимаемых, конечно, с точки зрения Личного бытия Ну, здесь я согласен, опять же Потому что Факты сами по себе Ну, то есть явления Они ничего нам не говорят Они ничего не значат Книга Книга И то я ее назвал книгой Я ее могу не называть книгой Блин, как же она отсвечивает Она сказала вам что-нибудь, друзья? Нет Нет, факт сам по себе глух и нем Какие-то явления происходят у нас перед глазами Книжка падает, например Это и то Я тоже рационализировал Книжка, она существует И она падает мне на руку Которая тоже существует, якобы То есть факт сам по себе нем То, как мы это воспринимаем Те явления, которые мы, в общем-то, воспроизводим Они не мы Они ничего нам не говорят сами по себе Это мы уже додумываем Что вот книжка упала Во-первых, что она упала Что это книжка Что она упала И что есть рука, на которой она упала И рука, которая ее отпустила Чтобы она падала при этом Что такое само значение Отсылки к другому Просто сеть бесконечных отсылок Ну это тогда симуляторы получаются Гиперссылки и так далее И так далее И так далее Ну на мой взгляд Значение должно подразумевать Некоторый образ предмета Ну Ну например Когда мы говорим о книге Я говорю слово книга У вас появляется какой-то Вот такой вот образ книжки В голове, например Вот условный образ книжки И вы представляете Что я от вас хочу Я говорю вам Дайте-ка мне книгу И вы представляете Ну может быть да Может быть и нет Я не очень уверен в этой концепции Но мне кажется Что не учитывать образ В определениях и значениях Ну очень глупо Как минимум Хотя бы образ должен учитываться Вот что я думаю Да и то не так Чтобы уж очень уверенно Наконец Сторонники учения о чуде Как о нарушении законов природы Смешивают чудесность Как таковую С научным объяснением чуда Получается так Что чудо Или Есть нарушение законов природы Или оно вообще ничто Чудо Или необъяснимо Законами природы Или объяснимо Ими Тогда оно не чудо И вообще никого чуда нет Это устаревшая точка зрения Старой рационалистической метафизики Ну здесь он говорит о том Что у различных эмпиристов У эмпириков В общем-то противников Лосевской концепции Есть две стратегии Объяснения чуда Первая стратегия Это когда мы говорим Чудес нет И не может быть В принципе То есть Все что вот у нас Вот в физике нашей Все законы природы Чудеса это нарушение Этих законов природы И поэтому их быть не может С другой стороны Есть другой подход То есть говорят Ну даже если эти чудеса были То они являются частью Этих самых законов природы И следовательно Произошли в соответствии С той или иной физической логикой А с другой стороны Объяснять все это можно Ну вообще как угодно Совершенно никаких ограничений У нас в объяснениях Ну не имеется Ну что кажется Все С Лосевым мы тоже разобрались И это было по-моему Ну так Нормально Нормально Почитали Лосева Уже хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому